Музыка Что касается нашей работы, то действительно первые дни после освобождения органы местного самоуправления делали все за их цифры, чтобы понимали, какой объем работы нами был проведен. В большей сложности было вывезено более 300 тонн мусора, около 180 тонн песка, 424 бетонных блока и более 3000 автопокрышек. Мы очень хотели, чтобы с первых дней после освобождения улицы города были освещены, для этого были устранены повреждения 3 километров линий наружного освещения. Были устранены обрывы на линиях городского освещения в 390 местах. Силами частных коммунальных предприятий из мест разрушения был вывезен бой, возникший в результате автобстрелов, в количестве 500 кубических метров. Только за период с 7 по 21 июля специалисты остеклили 103 квартиры. На это потребовалось порядка 100 квадратных метров стекла. На 8 домах была отремонтирована кровля. Я не говорю уже о 14 лифтах, работа которых были отремонтированы и запущены лифты. По состоянию на сегодняшний день в городе и на территории поселковых советов полностью возобновлена работа и воды, и газоснабжения, и энергоснабжения. Практически доведено до нормального состояния обеспеченности населения водой. Возобновлено движение автотранспорта, запущены троллейбусы. При этом была восстановлена работа 4-х километров троллейбусных линий. Частично также возобновлено движение трамвая. Конечно, неожиданной припомной явилось мародерство. В городе за последние две недели было украдено более километра контактного провода трамвая. И на это мы сейчас, к сожалению, вынуждены тратить порядка 400 тысяч гривен из местного бюджета. Это деньги предприятий, которые могли бы мы пустить на другие социальные нужды города. Ну, я думаю, мы эту беду сломаем. На сегодняшний день городской совет организовал непрерывную работу всех дошкольных учреждений. Ну, есть у нас, конечно, там здания, которые пострадали от автобстрела, но на этом немножко позже остановимся. При исполкоме создана комиссия, которая работает с гражданами по оценке ущерба. Так вот, стрельбы на улице, ну, конкретно на улице стрельбы нет на сегодняшний день. Надо успокоиться. Сегодня на улице города войны нет. Я повторюсь, это плановое лечение армии на Ярдовом. Так что? Да, я вичинфицирован. И вот когда мы рассматривали вопрос, а куда детей эвакуировать, мы выбрали тот персонал, который в нем находится. Он поможет именно оказать качественную услугу деткам с особыми потребностями. Поэтому я хочу предложить дать слово Сергею Баларису Валерьевну. Балариса Валерьевна, знаете, город должен идти вперед. За ту большую работу и за ту слаженность работы, которую они проводили и провели в сложных ситуациях, в той сложной ситуации, в той ситуации, которая была в последнем два месяца. Чем город вышел? Город вышел, прежде всего, во все сроки, которые определены учебным планом, и закончил учебный год. Город полностью выдал, провел выпускную кампанию, выдал все документы и только после этого, так сказать, что на каникулы есть. Их можно было назвать каникулами. Кроме всего прочего, внудрились получить первое место детям на Олимпиаде по праву. В конкурсе ядцы, казнатоков, украинская меморра, украинская гимназия, девочка. Также первое место, это стипендяты, кстати, на сегодняшний день и президентской стипендии претенденты, и кабинета министров. То есть я говорю о чем, что для нас, в случае, система образования города очень значима, потому что, если хотите, это вот тот барометр, который определяет температуру в целом образовательной системе в области, это образование города Краматорское. С чем мы вышли из сложной социально-политической ситуации? Ну, прежде всего, мы вышли минус почти тысяча учащихся, или 6,4%, минус 200 детей до шкаля, 3%, минус 23 ученика, это 1,6%, 23% у нас детских садов минус. По оперативной информации, которую имеют органы образования, где-то возвращение ожидается в пределах 40-50% в 1 сентября. То есть существенных изменений системы образования не претерпевает по кадровому и ученическому составу. По материальной базе мы имеем на сегодняшний день 8 учреждений, которые в той или иной степени пострадали во время тех военных действий, которые были в городе. Это 3 школы, 5 детских садов. Наиболее серьезные вопросы у нас по 24-й, прекрасной 24-й школе, вот, и по 88-й школе. Что делается? Все здания обследованы, по всем зданиям есть ясность выхода из ситуации, кстати, в том числе и по 24-й школе. В случае есть ясность и понимание того, что 1 сентября, я пользуюсь присутствием органов или средств массовой информации, хотел бы именно подчеркнуть 1 сентября, потому что откуда-то пошли непонятные слухи о начале занятий чуть ли не в октябре, декабре. Все это отрукалывает. И местная власть, и государственная власть все сделали для того, чтобы мы начали учебное занятие 1 и именно 1 сентября, и никакой даты другого. Тем более по Краматорску, по тому подходу, который сделан за то короткое время, за не полных 20-25 дней, можно с плотностью и уверенностью говорить, что мы тех 15 тысяч детей и 6 тысяч дошколят примем 1 сентября в школу. По 24-й школе, если у нас не удастся в полном объеме отрыть школу на 1 сентября, у нас есть варианты распределения по параллелям и по желаниям родителей во все учебные заведения города до восстановления данной школы, потому что город имеет четкую установку на то, что эта школа будет в полном объеме функционировать. Да и она и по-другому не может быть. Вы знаете, вот у меня до сих пор, когда мы с Евгением Евгеньевым посещали эту 24-й школу. Произошел взрыв, в результате которого пострадало 7 человек, в город погибли. Из них трое детей, младший возраст ребенка год и 3 месяца. Мама этого ребенка беременная и новым уже ребенком. И ребенок год и 4 года, и 15 лет. Сейчас дети находятся в тяжелом состоянии в больнице города Артемовска. Мы их сегодня транспортируем на Хайпах. И, конечно же, это следствие того, что дети не организованы, дети предоставлены улице. На сегодняшний день у нас имеется в достаточном количестве путевок. Андрей Ильич, я прошу обратить на это внимание. У нас поступает предложение из Садовска, это из Херсонской области, из... Есть ампутации рук, ног, но они в состоянии средней тяжести. Тяжелые дети, у них множественные минно-взрывные травмы с повреждением головы, лица, конечностей и туловища. Ну, по сути дела, все тело. Появления полченцев, дома, граничащие на Банфилово-Розе-Люссибург, кто знает Донецк, это было неудачные выстрелы по СБ. Поэтому... Есть ли еще какие-то вопросы? У меня такое предложение. Вы знаете, вот я вчера... Тут говорят, быстрее пройти, чем мы будем идти. Да, это честь. Скажите. Конечно, надо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok